Победить на чемпионате мира по рукопашному бою было непросто. Валерия Евсеева, чемпионка, рассказала, что перед соревнованиями был жесточайший отбор. Сначала первенство России, все бои которого прошли за два дня, а затем, через семь месяцев, чемпионат мира. Это прежде всего адреналин, который постоянно кровь наполняет и хочется все больше и больше тренироваться. Но когда проходят различные сборы, то есть это по две тренировки в день, тебе это постоянно выматывает. Ты приходишь домой очень уставшим, но на следующий день встаешь и идешь тренироваться, потому что надо. На чемпионат мира по рукопашному бою прибыли участницы из 14 стран. Тренировались все вместе. На группу девушек выделили всего четырех тренеров. Больше всего Валерии запомнился именно финальный бой. Ее соперницей была девушка из Пакистана. Курсант Академии Уфсин вспоминает, что они бились на равных. Валерии удалось выиграть по очкам. С чемпионата она вернулась золотой медалью. Прежде всего, это мама поздравила. Я ей сразу же написала, что первое место заняла. Ну, естественно, поздравили. Умничка, молодец, так держать. По рукопашному бою у девушки всего две награды – с чемпионата России и мира. Такой маленький список достижений объясняется тем, что Валерия занимается этим видом спорта всего год. До этого девушка училась бразильскому джиу-джитсу. Когда поступила в Академию Уфсин, то этого вида борьбы здесь не оказалось. По совету тренера пошла на рукопашный бой. Начала ходить, усиленно заниматься, тренироваться. И стали, ну, так сказать, взлеты. Небольшие, но, тем не менее, взлеты. Тренер поехать с Валерией на соревнования не смог. Служба. Но всегда был на связи, поддерживал и давал советы. С победы ее поздравил один из первых. А теперь, когда девушка вернулась к тренировкам, все так же подсказывает ей и исправляет недочеты. Рукопашный бой – это смесь ударной техники и борьбы. И если со вторым пунктом Валерии помогли занятия по бразильскому джиу-джитсу, то удары пришлось ставить. Тренеры рассказывают, что начинали с нуля. Теперь Валерия показывает отличные результаты. Вместе с ней тренируются около 40 курсантов Академии Уфсин. Разный курс, возраст и пол спортсменов не мешает программе. Нагрузки у всех практически одинаковые. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату в СИН России по самбо и первенству Центрального федерального округа по рукопашному бою. Изнуряющие тренировки никого не пугают. Наоборот, ребята ждут окончания учебного дня, чтобы вновь прийти в спортивный зал и начать занятия с разминки. А после спарринги – спарринги, спарринги. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.